Ежегодно в преддверии Единого дня здоровья, который отмечается 21 февраля, специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с докторами областного клинического кожно-венерологического диспансера и Центром защиты жизни и семьи Родима проводят выездные встречи с учащимися старших классов школы и среднеспециальных учебных заведений. Обстоятельная беседа на тему инфекции, передающихся половым путем и сохранение репродуктивного здоровья, традиционно вызывает у ребят много вопросов. Исходя из заранее проведенного специалистами анкетирования, всего 60% молодых людей обсуждают вопросы интимного характера с родителями. В целом лишь 20% ребят считают себя людьми, сведущими, и 80% признаются, что не могут самостоятельно разобраться об этой непростой теме. В течение акции будут проходить различные беседы, лекции специалистов, индивидуальное консультирование с специалистами, просмотр видеороликов, тематических фильмов. Также мы предлагаем информационно-образовательную литературу по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, зависимости и, конечно, за сохранение, самое главное, укрепление репродуктивного здоровья молодежи. По замечанию врачей, современная молодежь достаточно рано вступает в половую жизнь. Вместе с тем, статистика свидетельствует о том, что рост инфекций, передающихся половым путем, можно спрофилактировать. В частности, и среди подростков. Так, в прошлом году в Гродненском регионе был зафиксирован самый низкий в стране показатель по заболеваемости такими недугами, как гонорея, сифилис, хламидиоз и трихомониаз. Но есть вирусные заболевания, такие как вирус папиллома человека, вызывающий анагенитальные бородавки, вирус простого герпеса, вызывающий анагенитальный герпес. К сожалению, по этим пунктам заболеваемость растет. И это такая мировая тенденция уже по данным ВОЗ. Говорили на встрече и о том, что кроме заражения опасными инфекциями, безответственное или недостаточно серьезное отношение к интимной близости может привести к еще одному нежелательному обстоятельству – незапланированной беременности. Разговор о том, как стоит вести себя с представителями противоположного пола, как предохраняться в случае близости и на что обратить внимание в состоянии своего собственного здоровья, сначала смутил ребят, а потом, очевидно, заставил задуматься и даже пересмотреть свое отношение к этим актуальным для подростков темам. К сожалению, очень редко мы освещаем эту тему, которая довольно щебетильная, которая не особо любит говорить и подростки, и взрослые освещать эту проблему. Но, безусловно, нужно проводить такие встречи, потому что благодаря именно этим встречам мы можем узнать о болезнях, которые передаются, и о последствиях, которые могут быть. И разговор именно со знающими людьми, с опытом, образованием, специалистами. Только считаю это мнение достоверным, только доверять ему.